Конец улицы Димитрова застроен добротными современными зданиями. Для нас, шагающих от центра, они станут как бы прелюдией обширной Октябрьской площади. Площадь подобна озеру, принимающему в себя реки. Кроме улицы Димитрова, сюда сбегаются еще Крымский вал, Тонская, Шаболовка, Мытная, Житная, Добрынинская. А начинается отсюда 14-километровый Ленинский проспект. Журналисты величают подчас его проспектом большой науки. И не случайно. Здесь расположены десятки известных на весь мир научных учреждений. Исследовательские институты, лаборатории, крупные медицинские центры. К оживленному проспекту, тенистым садом своим, примыкает территория клинической больницы имени Пирогова. Главный корпус, бывший Первой Градской, возведен Осипом Баве. И считается по праву шедевром русского классицизма. Он прекрасен своей лаконичностью и торжественной строгостью линий. Комплекс Первой Градской больницы Из поздних, наиболее совершенных творений, выдающегося зодчего. Здание старинной Голицынской больницы было построено Матвеем Казаковым. Учителем Бове по так называемой Кремлевской экспедиции. Оба архитектора сделали на дивы много для любимого города. Судьбы их как бы связаны воедино. В 1813 году Казаков умер, потрясенный вестью о разорении Москвы. Бове положил всю свою жизнь на ее восстановление. Ленинский проспект, бывшая Калужская дорога, не раз упоминается в военных хрониках России. По Калужской бежали из Москвы наполеоновские мародеры. А в 16 веке отступали поспешно орды крымского хана Казы Гирея, убоявшись сражения с войсками московитян. В память чудесного избавления столицы от набега. Неподалеку от нынешнего проспекта был основан Донской монастырь. Выросший на месте российского ратного стана, он окружен кирпичной стеной с 12 боевыми башнями. В наше время в пределах монастыря работает фериал музея архитектуры имени Щусева. Старое Донское кладбище, своеобразный пантеон. Философ Чаодаев, декабристый, видные писатели покоятся тут. Родная сестра Александра Пушкина и дядя его Василий Львович. Рядом могила Иосипа Бове, имя которого столько раз повторяли мы во время московских наших странствий. Вернемся на Ленинский проспект и сразу же снова встретимся с памятью об Алексее Викторовиче Щусеве. В этом здании, построенном по его проекту, жили академики Обручев, Греков, Бах, Чижевский, Панкратова. Проспект Большой Науки. На Ленинском, под номером 14, расположен Президиум Академии Наук СССР. Штаб советских ученых помещается в здании Нескушного или Александринского дворца, возведенного в середине 18 века. Первоначально принадлежал дворец потомкам горнозаводчика Демидова, а затем сменил нескольких владельцев, Вяземских, Орловых, и, наконец, его приобрел Николай Первый. По царской воле здание было значительно перестроено. Фонтан работы Виталий перед фасадом олицетворяет мощь крупнейших русских рек. Российская Академия была основана Петром и проработала в городе-на-Неве более двух столетий. В 1934 году высшие научные учреждения нашей страны переехали из Ленинграда в Москву. Еще первый хозяин дворца, Прокофий Демидов, надумал разбить сад Вертоград с невиданными до серии в Москве растениями, завезенными из дальних стран. Два лета трудились на высоком берегу 700 крепостных. Так и возник Нескушный сад, описанный восхищенно академиком Паласом в отдельной книге. В Нескушном было возведено несколько малых зданий классической архитектуры. Летний, ванный, охотничий и чайный домик, украшенный каримфскими колоннами. Академик Палас мечтал, чтобы сад сей пребывал вечно в своем совершенстве и красоте. Комплекс Пятой клинической больницы задуман и решен архитектором Соловьевым в традициях древнерусского зодчества. Символические знаки на стенах. Звонница, правда, без колоколов.